Поскольку это моя родная тетя, я, конечно, о ней знаю очень много, потому что с пеленок мы были вместе, родная сестра моей мамой, и мы жили как бы одной семьей. Но вы знаете, что, несмотря на то, что она была таким близким человеком, мы относились к ней с таким пиететом, что когда она нам даже сказала, называйте меня Зарой на «ты», мы не могли. И так мы ее-то называли всегда тетя Зара «Вы». До конца. Она очень большую роль сыграла в нашей вокальной судьбе с сестрой и братом, потому что мы ходили к ней, консультировались, мы показывали новые произведения, она делала нам те замечания, которые потом оказались абсолютно правильными и полезными для нашей работы дальнейшей. Критиковала нас, хвалила, советовала репертуар. Так что мы очень близко вот так вот прожили многие десятилетия. Зара Александровна для меня учитель, родной человек, человек, который подарил мне музыку, человек, который сопровождает меня, который подарил мне театр, театр, которым я служу много лет и который я обожаю. Зара Александровна для меня это планка, недосягаемая, но стараюсь, стараюсь, конечно, я соответствовать своему педагогу. Когда мы познакомились первый раз, когда я первый раз попала в ее класс, произошла сразу химия между нами. И она сказала мне тут же, что какой голос у тебя похожий. Во-первых, ей очень понравилась моя школа, потому что я не с первого класса к ней попала. Как-то вот у нас, между нами, произошла любовь с первого взгляда. Да. Очень не хватает ее. Сегодня историческое событие, столетие великой певицы Зары Александровны Долухановой. Олицетворение интеллигентности, олицетворение этики, культуры. Она настоящий художник. Это певица, которая пела для небес. Мы счастливый театр, потому что историю нашего театра окружали великие люди, в том числе и Зары Александровны Долухановой. Еще в самом начале деятельности нашего театра Зара Александровна была постоянным зрителем нашего театра. У нее были любимые названия, которые она приходила по несколько раз. Сегодня у нас концерт. Ее одной из самых любимых учениц, Мария Масхули, которая и сейчас царит на сцене и поет ведущий репертуар. Сегодняшний вечер, я думаю, имеет такую атмосферу очень теплую и очень домашнюю. Мне кажется, что и хотелось бы, чтобы ее духу здесь было хорошо.